Здравствуйте! В эфире программа «Капитал» – программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Магитрюк. Смотрите в этом выпуске. Какие налоговые льготы получили резиденты амурских торов? Что пользовалось особым спросом у посетителей Амур-экспо-форума? Как люди выбивали свою зарплату и почему для этого пришлось проехать несколько сотен километров? И как благовещенец сделал деньги на поддельном алкоголе? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Закон о льготах на прибыль для резидентов территории опережающего развития депутаты законодательного собрания добрили во втором чтении. Правда, обсуждение вызвало бурные дискуссии. Не все народные избранники были готовы согласиться на такой шаг. Резидентам ТОР в Амурской области был посвящен еще один вопрос сессии. И депутаты решали обнулять или нет налог на их имущество. Эта тема также не обошлась без прений. Обычный налог на прибыль составляет 18%. Резидентов ТОРов на первые пять лет полностью освободят от уплаты этого налога. Следующее пятилетие компании будут выплачивать в областной бюджет только 10%. Далее, как и все прочие, 18%. Амурские депутаты с сомнениями, но одобрили законопроект во втором чтении. Многие инвесторы уже сегодня готовы зайти в Преамуре, однако их останавливает неизвестность. Пока не принят окончательно закон, непонятны условия ведения бизнеса. Вот этот момент становления до того, как бизнес выйдет на рентабельный уровень, самый важный и самый опасный для бизнеса. Потому что практически все инвесторы, они работают на заимствованных средствах, деньги банков, где-то там частных лиц, не знаю. Но суть в том, что именно на время становления, условно говоря, построить какой-то завод, это определенное время, 2-3 года. И если мы не дадим вот этих преференций налоговых, то никто к нам не пойдет просто. И все так мы и будем барахтаться внутри своей Амурской области. Кроме того, на сессии предложили освободить резидентов ТОРов от налога на имущество на первые 5 лет. В течение следующих пяти налог составит 1,1%. Некоторые депутаты сомневались, стоит ли делать такие послабления компаниям и не пострадает ли от этого бюджет. Председатель Комитета по бюджету, налогам, экономике и собственности Законодательного собрания Мурской области Татьяна Фарафонтова отметила, принятие закона не отразится на доходах при Амуре. Пониженные ставки будут применяться только в отношении новых организаций. В их тоге законопроект приняли в первом чтении. На сегодняшний день в Приамуре созданы пока только две ТОР – Приамурская и Белогорск. В перспективе создания ТОР – Свободненское. Ледяное вино от китайских производителей, рис, выращенный на экологически чистой воде, хот-доги европейского образца, изделия из вулканической лавы. В Благовещенске открылась российская часть международной выставки Амур-Экспофорум-2016. Анастасия Петраш прогулялась среди экспозиции и готова рассказать о самых интересных экспонатах. Вот так китайская и российские стороны символично дали старт амурской части международной выставки Амур-Экспофорум-2016. После высокая российско-китайская делегация отправилась осматривать экспозиции. В первую очередь гостям из Поднебесной рассказали о крупных инвестпроектах, которые реализуются в Приамурье. Надо отметить, что посмотреть международные делегации было на что, ведь в этом году участников уникальной амурской выставки стало больше. Амур-Экспофорум – это один из механизмов, позволяющих нашим двум великим странам сотрудничать между собой. Мы, будучи в гостях у губернатора провинции Хэлунзян в прошлом году, договорились провести его в этом году в мае. Это позволит максимально больше присутствовать участникам, потому что перед летним сезоном активность предпринимательская в разы больше. О важности выставки говорили и ее участники. Все, как один, отметили, мероприятие нужно и помогает не только своим опытом поделиться, но и у других навыки приобрести. Нельзя не отметить и большого количества гостей из Поднебесной. Здесь, например, экологически чистая продукция из уезда Сунь-У, провинции Хэлунзян. Мы уже пятый раз приезжаем на Амур-Экспофорум, привозим нашу экологически чистую продукцию. В этот раз тоже привезли много чего, например, облепиховый сок, вино, но самое главное – рис. При его выращивании поля орошают водой из Амура. Это очень хорошо. Продукт получается качественный. Также на выставке гости из Китая презентовали оздоровительные санатории. Изделия из вулканической лавы, привезенные из Удалянча, не обошлось и без традиционных китайских чаев. Вкусные зарубежные ароматы, которые так и манили амурских гурманов. Некоторые, купив ароматного чая, тут же вставали в очередь в мини-кондитерскую. Пирожные и торты представлены здесь в произведении искусства. Любоваться на такие нужно, да и только. Что не торт, то маленькая история. Ну, идея у меня каждый день в голове появляется, когда я стою тортом. И я, наверное, лет пять занимаюсь уже. Ну, потихоньку все больше и больше. Вот уже кондитерская. Для тех, кто к сладкому равнодушен, неподалеку предлагали отведать европейских френч и грильдогов с датскими и германскими сосисками. Непривычно выглядящий фастфуд на Амур-Экспо-форум выставила отнюдь не кофейня или ресторан, а нефтяная компания. Также впервые на данном Амур-Экспо-форуме мы заявляем себя не только как нефтяная компания, но и компания по предоставлению дополнительных услуг. Это у нас на 19 АЗС представлена кофе-зона, в которой клиенты во время того, как заправляют свой автомобиль, могут не только залиться нефтепродуктом, но и перекусить. От пищи обычной к пище духовной. Часть экспозиции экспо-форума напоминала музейные залы. Этот, например, разделили сразу два мастера. Анатолий Матушкин изделие из лозы амурчанам показывал, а Наталья Рассихина – плетение из газетных трубочек. Три года назад я увидела в интернете, мне очень понравилось, и я загорелась, можно сказать, этой идеей. И вот третий год уже плету. То есть у меня вот это последнее изделие, а так уже сплетено очень много, наверное, более 50 штук, и все это раздарено. Возьмем программы Амур-экспо, как и в предыдущие годы, по праву стали эквадорские индейцы. Они и песни пели, и традиционные товары продавали. И признавались, приезжать на экспо-форум уже стало для них доброй традицией. Получается, шестой раз. Пять лет тому назад были, благодаря такой возможности, которую переоставляли Амурская ярмарка. И вместе с ними создали такую приятную традицию, которую мы стараемся не нарушать. И поэтому мы сейчас, уже в этом году второй раз, приехали с приветом, с нашими мелодиями, всех жителей. И в том числе, через празднование юбилей города Благовещенский. Пока мы снимали индейцев, к нам подходили благовещенцы и просили обратиться к эквадорцам. Хотят их в амурской столице видеть с сольным концертом. Уж больно, мелодии зарубежные нравятся. Индейцам просьбу передали. А еще попросили исполнить для наших зрителей мелодию, которую им навеяла Преамурье. Вот на такой душевной ноте для нас завершился первый день на Амур-экспо-форуме. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной. Проблемы и меры поддержки амурского предпринимательства обсудили в общественно-культурном центре. В Благовещенске состоялся форум предпринимателей Преамурья. В рамках него представители бизнес-сообщества также смогли задать интересующие вопросы лично главе региона Александру Козлову о перспективах развития бизнеса в области в материале нашего корреспондента. Недобросовестная конкуренция и незаконное предпринимательство более всего создают проблемы амурским бизнесменам, считает участница форума ИЗЕИ Галина Глотова. Одна из наболевших – незаконный оборот алкоголя. К примеру, только в этом году, по информации областного УВД, из оборота изъято более 4000 декалитров нелегального горячительного. Правоохранители возбудили три уголовных дела. Если, допустим, вышел на рынок неизрегистрированный предприниматель, его нет в реестре, налоговая о нем не знает, ну, будем говорить, СЭС, Роспотребнадзор, о нем тоже не знает. Они ни под проверку, ни подо что не попадают. То есть они вот выпадают из вот это незаконное предпринимательство, оно вообще выпало из законодательной сферы. Шанс задать интересующий вопрос губернатору области лично выпадает нечасто, поэтому предприниматели пытались решить больные вопросы бизнеса на месте. К примеру, какие меры принимаются по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя и что будет с приходом в область крупного бизнеса. Вы сказали, на территории области, и все мы об этом хорошо знаем, заходит крупный бизнес. Это замечательная новость. Но как бы ни случилась ситуация, что мы, представители малого бизнеса, окажемся в стороне. Состояли реестр наших компаний в отрасли, то есть в стройке, в торговле, в других-других направлениях, которые мы официально передали. Я лично с Алексеем Борисовичем Миллером разговаривал. То, что вы мне сейчас говорите, я объяснял ему. То есть понимаем, что мы не можем, у нас нет третьих компаний, которые могут заразово зайти, там 5 миллиардов, 8 и так далее. Но там 200-100 миллионов компаний есть, которые наши могут эту работу делать и не подведут. В рамках форума глава региона вручил благодарственные письма за вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Преамурии. Награду получили 9 председателей Советов по развитию предпринимательства муниципалитетов. Взаимодействие малого бизнеса и власти стало гораздо эффективнее, чем было 2 или 3 года назад. Видно, что и руководители министерств, и губернатор области говорят с предпринимателями на одном языке. И это внушает большую надежду на то, что те проблемы, о которых говорится, будут решены. Амурские власти подписали соглашение с общественными объединениями, которые представляют интересы малого и среднего бизнеса. Соглашение выработано по итогам форсайт-форума, прошедшего несколько дней назад. Кроме того, теперь представители амурского бизнес-сообщества смогут встречаться с властями, планировать работу и решать проблемы по мере их поступления. Денис Ферденко, Андрей Цветков, Первый областной. В текущем году арбитражный суд Амурской области принял 79 заявлений о банкротстве. Из них 68 о признании банкротами граждан и 11 заявлений о признании банкротами индивидуальных предпринимателей. Большая часть несостоятельных граждан – это благовещенцы трудоспособного возраста, сообщает пресс-служба арбитражного суда. Причины возникновения задолженности разнообразные, чаще всего это кредиты. Реже задолженность за оказанные услуги, выполненные работы и прочее. Однако каждое второе заявление о банкротстве было оставлено без движения по причине нарушений при его подаче. По 20 делам суд продлевал срок реализации имущества. В четырех случаях процедура банкротства была проведена формально. Так как у должников не было ни средств, ни имущества, то суд освободил их от дальнейшего исполнения требований кредиторов и отменил ограничение права на выезд за границу. Помогите вернуть зарплату. С такой просьбой в нашу редакцию обратилась инициативная группа уже бывших сотрудников обанкротившегося предприятия «Амур-Дормаш» из «Прогресса». Сегодня долг несуществующего завода перед работниками составляет несколько миллионов рублей. По словам представителей инициативной группы, получить полный расчет от предприятия они не могут с 2013 года. В данное время завод «Амур-Дормаш» в «Прогрессе» признан несостоятельным и в отношении его введена процедура банкротства. На руках у бывших сотрудников предприятия решение нескольких судов о возмещении им заработной платы. А с учетом задержки суммы накопились немалые. Речь идет о сотнях тысяч рублей. Все суды мы выиграли. Мы плотно работали с Рачихинской прокуратурой. И нам всегда там говорили, что будет если банкротство, вы получите в первую очередь свою зарплату. Ситуация с жителями «Прогресса» заинтересовалась и Жакелина Орлова, которая является доверенным лицом президента России в Амурской области. Детально изучив представленные документы, общественный деятель провела переговоры с конкурсным управляющим обанкротившегося предприятия, который, кстати, находится в Чите. После телефонного разговора в спорной ситуации наконец-то появилась хоть какая-то ясность, а у людей надежда получить свои заработанные средства. В пятницу закон инвентаризации имущества. Имущества на сегодняшний день гораздо больше, чем долги по предприятию, то есть конкурсная масса сформирована. Значит, было выявлено имущество, которое у них нигде не числилось. Это туристическая база. По словам конкурсного управляющего Амур-Дормаша, средств от проданного имущества вполне хватит на то, чтобы покрыть долги по заработной плате перед сотрудниками предприятия. В свою очередь мы будем следить за ситуацией. Юрий Камышный, Игорь Карпов, Первый областной канал. Жители Благовещенской обвиняют в незаконном обороте поддельного алкоголя. Следователи доказали, что 30-летний мужчина продавал виски и коньяк, которые являлись суррогатом. Он покупал их в интернете по очень низкой цене и перепродавал своим знакомым в несколько раз дороже. У обвиняемого изъяли партию. 300 бутылок фальсифицированного коньяка и виски. Именно так было указано на этикетке. Однако проведенная химическая экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость ни к коньяку, ни к виске не имеет никакого отношения. Установлено, что федеральные специальные марки, наклеенные на изъятых бутылках, изготовлены не на производстве госзнака, то есть являются подделкой. Мужчина признал свою вину. Дело направлено в суд. Хитрый ход совершил владелец Благовещенского кафе «Мимино». 20 мая по требованию Роспотребнадзора работа этого заведения была приостановлена. Причиной послужили жалобы жильцов дома, где расположено кафе. После проверки надзорного органа были выявлены нарушения. Роспотребнадзор обратился в суд. По суду деятельность кафе должны были приостановить на 90 суток. За это время владельцев грузинской кухни обязали устранить все нарушения. Решение суда приставами было выполнено незамедлительно, но уже на следующий день. После этого кафе вновь открыло свои двери для посетителей. Как оказалось, чтобы избежать закрытия, владелец «Мимино» сменил субарендатора. В итоге исполнительное производство в отношении прежнего ресторатора было окончено. Хитрецу удалось избежать административного наказания, но суд все-таки добился закрытия этого заведения на три месяца из-за шумной вентиляции. Владельцам ее придется переделать. В этом году на поддержку фермеров в Преамурье выделено почти 90 миллионов рублей. Эти деньги сельхозпроизводители получат в виде грантов до 10 миллионов рублей на развитие животноводства на базе крестьянских хозяйств и до полутора миллионов в качестве поддержки начинающим фермерам. В этом году на получение денежной выплаты поступила 41 заявка от начинающих фермеров и 6 заявок от крестьянско-фермерских хозяйств. В ходе конкурсного отбора часть из них отсеялась. В итоге комиссия определила победителей. Ими стали 19 стартующих сельхозпредприятий и три семейные фермы. Благодаря внедрению новых технологий идентификации клиентов в скором будущем отпадет надобность в пластиковых картах. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Известия». Это связано с постепенным переходом банковской системы от пластиковой к биометрической. Идентификацию клиента по голосу, внешности и другим параметрам планируется ввести в течение ближайших пяти лет. По словам Грефа, эти решения находятся в высокой степени готовности. Выпуск подошел к завершению. Напомню, смотреть «Капитал» вы всегда можете в эфире информационного агентства «Город» или на ТВ-центре. Ну а пересматривать интересные выпуски в социальных сетях, на страничке первообластного канала в Фейсбуке либо «Одноклассниках», ну а также на сайтах «Амуробл.тв» и «Портамур.ру» в разделе «ТВ-проекты». Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова